Здравствуйте! К этим урокам мы начинаем цикл уроков по программированию в программе Kielmevision для STM32F4 Первым делом после установки Kielmevision надо его запустить Запускаем Открылся Kiel Здесь какая-то программка Нам это не интересно Нажмем Project, Close Project Теперь запускаем нашу программу Project, Kielmevision Project Выбираем куда нам сохранить наш проект Например, Example 3 Example 3 Это название проекта Нажимаем сохранить Выбираем наш микроконтроллер Наш микроконтроллер Это STM32F407VG Так как он стоит на плате Temperature 2 и F4 Discovery Нажимаем ОК Нам предлагают загрузить стартап файл в наш проект Нажимаем Да Вот он наш стартап файл И, собственно, больше ничего в нашем проекте пока нет Давайте поменяем название нашей группы на стартап Чтобы знать, что здесь лежит стартап Все! Теперь создаем группу User В этой группе мы будем хранить наши пользовательские данные Теперь надо создать группы для наших библиотек CMS и STD Перев Все! Так, вопрос только Откуда взять эти библиотеки? Показываю Заходим в Промбраузер Заходим на сайт st.com производителей наших микроконтроллеров Продукты Внутроконтроллеры STM32 F4 серия 407 Ждем, когда это загрузится 407 WG Дизайн ресурс Перев Нажимаем Доунлоад ОК Как вы видите, у меня уже этот файл был скачен Я его второй раз скачивать не буду Открываем этот файл Так Кил Открываем этот файл Заходим наш экземпл Вбрасываем Вводы CMS CDMCS и CDPRIEV Вбрасываем их Весит они много, поэтому придется подождать Все Видите, 135 мегабайт весит Заходим в CMS Удаляем пока эти файлы Они, в общем-то, нам не пригодятся Остается только папка DEVICE Заходим в DEVICE ST INCLUDE Снимаем галочку с только чтения этих двух файлов Их, возможно, придется менять Так Дальше Создаем еще одну папочку User И в ней файлик main.c И осталась последняя мелочь В Проектах Примерах Кажем ADC DMA Неважно где Находим файл stm32f4xx conf.h Вбрасываем его, например, в std.perif Потому что она относится к std.perif И здесь находятся все подключенные файлики для std.perif Прекрасно Теперь надо все эти файлики добавить к нам Так Девайс Здесь для cms надо добавить файлик system stm32 Добавляем Для std.perif Надо добавить все сиршные файлы За одним маленьким исключением Это fmc fmc у данного микроконтроллера нет, поэтому удаляем Еще надо добавить тот файлик .h, который мы выбрасывали Вот он, он в .h Добавили Прекрасно Теперь в user добавляем main.c Прекрасно Открываем main.c правой кнопкой insert include stm32f4xx.h Меняем квадратные скобочки на кавычки Квадратные скобочки это значит, что Компилятор будет искать данный файл в установленной программе, ну там в кейле В данном случае Если мы поставим кавычки, то в этом случае он будет искать среди тех библиотек, которые мы подключили Нам нужно, чтобы он искал среди тех библиотек, которые мы подключили, а не пользовался своими С этой функцией начинает работать наша программа Так как мы не хотим, чтобы программа завершила свою работу Мы набиваем бесконечный цикл File1 Ставим скобочки Это основной принцип работы в программном микроконтроллере Она никогда не должна завершиться, поэтому практически всегда она выполняется в бесконечном цикле В данном случае File1 Теперь надо настроить файл stm32f4xx Вторую кнопку по нему Открыть документ Так, нет, это не он Какое что забыли Значит, правой кнопкой опции Мы забыли прописать пути ко всем нашим файлам cms Надо прописать пути do include и do source Вот Далее Прописываем пуску user к stdp-reaf и к вложенным папочкам на его stdp Правильно Ок Ок Пытаемся еще раз Открыть OpenDocument Опять, как вы видите, это разные документы Это как раз тот, который лежит в кейле Там, где он установлен То есть, это самого компилятора файл А вот тот, который мы сбросили Здесь нам надо установить тип микроконтроллера, который мы используем В нашем случае, это stm32f4 07vd Поэтому надо раскомментировать вот эту строчку Кроме того, как мы используем библиотеку stdp-reaf Нам надо раскомментировать строчку u stdp-reaf Также Дальше значение 6e value это значение нашего кварцевого резонатора подключенного к микроконтроллеру Оно по умолчанию 25 миллионов герц Нам надо поменять это на 8 меггерц Все Нажимаем Собраться Сначала он долго собирается В дальнейшем, когда вы будете только что-либо менять в main и нажимаете на f7 то он будет собирать только main Все остальные файлы он собирать не будет Таким образом, все получается гораздо быстрее Но если вы что-то меняете в библиотечных файлах то он опять будет пересобирать все Ну вот Никаких ошибок нет Я думаю, на этом все Настройка закончена В следующий раз мы попробуем помогать светодиодом Спасибо за внимание До свидания